Какая связь прошлой жизни и настоящей? Прямая связь. Причем интересно знать, что, ну, как бы некоторые люди говорят, да, о чем мне об этом знать, что если я буду в следующей жизни жить, я буду другой человек совсем. Хорошо. Вы когда маленький ребенок и сейчас, вы были другой человек, когда маленький? Поднимите руку, кто считает, что другой человек вы были. Другой совсем прям? Или тот же самый, просто маленький? Ага. Давайте поразмышляем. Микрофончик дайте ей, неинтересно. Что, другой человек был совсем? Ну-ка, рассказывайте мне. Сейчас мы узнаем очень интересную вещь с ней. Она вот подняла руку, она мне помогать сейчас будет. Ну да, другой. Ну, прям совсем другой. То есть я вот, допустим, я Олег Геннадьевич, а маленький, когда я был, я был Федор Петрович. Да? Так? Или нет? Тело-то, оно было и другое, и такое же. А человек? И человек он был и другой, и тот же самый. Так вот, знаете, что тело... Это как зерно. Оно зерно, оно вернышко или оно растение? То есть, что тело было совсем другое. Каждые семь лет все клетки тела полностью меняются. Все атомы, все. Ничего не остается, то, что было раньше. Все меняется полностью. Тело через семь лет другое. Человек тот же самый. Неожиданно. Оно выглядит просто похоже. Ну, как бы в маленьком виде, в большом виде. Тело другое. Человек тот же самый. Готовы слушать те вещи, которые совсем будет трудно принять. Кто не готов, поднимите руку. Не буду говорить тогда. Я не готов, наверное, вам говорить. Но эта тема заставляет меня говорить эти вещи. Я, когда в Днепропетровске читал лекции, давно-давно, это было уже около 20 лет назад, я тогда начал читать лекции. Это был один из первых моих приездов в Днепропетровск. Нас поселили в деревянном доме, в таком частном доме. И там было две собаки. Когда я читал лекцию по закону кармы, хозяин дома слушал, ходил на лекции. И на одной лекции он сидел вот так, с вытаращенными глазами на меня смотрел. Я говорил про перевоплощение. И когда лекция закончилась, у него было необычное состояние очень. Он подошел ко мне, говорит, ты, говорит, ну, вы там, вы понимаете, что вы как бы сейчас мой случай описали жизненный, который я не мог себе объяснить. Я говорю, ну-ка, пойдем посмотрим. Я взял фотографии его родителей и подошел к собачкам. Характер тот же самый, человек тот же самый, тело другое. Что произошло? Его родители всю жизнь думали только о доме. Они постоянно ругались друг с другом, жили для дома. Постоянно все мозги выносили ради этого дома. И когда они один за другим ушли из жизни, то через несколько месяцев, а примерно срок, он описал как раз тот срок, примерно 7-8 месяцев, когда душа может в новое тело попасть. Это бывает редко вот так вот. Некоторые из этого систему делают. У меня есть один знакомый, говорит, это мой в прошлой жизни был тем у меня там. Ну, все, короче, у нее. Постоянно все вместе. Вот это очень редко бывает, то, что сейчас я вам рассказал. Очень редко, крайне редко. Но это вот, я увидел такую вещь. Я был потрясен. Две собачки прибились к его калитке и начали скулить постоянно. Несколько дней скулили, потом он не выдержал, пустил их. Они зашли как себе домой туда. Потом они начали как бы просить его кушать. И он заметил, что собачка женского рода любит кушать то, что папа любил. А собачка мужского рода любит кушать то, что мама любила. И он заметил, что они даже похожи на родителей. Он удивился сильно. Потом эти собачки подросли, начали гавкать друг на друга, постоянно ругались. И тоже голос у них был похожий. И у него как бы в сердце страх появился. Он боялся этого всего, об этом думать. Ему страшно было на это смотреть. Потом, когда я лекцию прочитал, он был в шоке вообще. И когда он понял, что произошло, он был еще больше очень сильно удивлен. Его родители попали в тела животных. Душа вечную природу имеет. Не то, что она теперь собака, все греем будет. Нет. Душа получает тот вид тела, который ему нужен для того, чтобы быть счастливым. Вот, допустим, если человеку хочется выругаться, ну, вот попробуйте сейчас в человеческом теле пойти орать на всех. Какой результат? Ну, вас в каталажку запекут, и все просто. Не положено. Но в собачьем теле гавкайте сколько хотите. На кого угодно. Даже на своего хозяина. Без проблем. Если хочешь нагавкаться собачье тело, не то, что на всю жизнь нагавкался, дальше живи как человек. Это сложное знание. Вот то, что я вам сейчас говорю, сложное. Теперь сразу возникает вопрос, почему мы не помним, что было в прошлом? Не все не помнят. Есть разные степени развития сознания. Смотрите, у человека, если говорить о развитии сознания, есть сознание полностью спящее. Это сознание жизни в дереве, в форме дерева. Дерево спит. Леет ветки, отрезаем. Они еще лучше растут. Почему? Потому что это чуть-чуть пробуждает душу. Она начинает бояться, и от страха лучше дерево растет. Поэтому для того, чтобы яблонька росла хорошо, и надо периодически обрезать ветки. Тогда она все лучше, лучше, и ей легче жить так. Но поросенку, если ножку отрезать, новая не вырастает. Чувствуете разницу? Разные формы жизни. Потому что есть сон без сновидений, глубокий сон, жизнь души. В глубоком сне это жизнь растительной форме. Она не чувствует даже смерти. Душа такая. Она просто спит во сне, это в глубоком сне все происходит. Теперь сон со сновидениями. Собачка гавкает на свою собственную тень, на свое собственное отражение. Она не понимает, что это со мной связано. Она в полусне находится. Животная форма жизни – это как, знаете, я себя чувствую, но в каком-то сне. Так животные живут. У них разум не работает. Ум очень чувствительный, сильный ум. Они все чувствуют, все понимают, обижаются, сильно злятся, но пугаются. Сильно много страха в животной форме жизни. Но разума нет. Разум означает самоосознание, осознавать себя очень глубоко. Совесть, стремления к самосовершенству нет у животных. Они просто живут без всякого желания развития. Почему? Вопрос. Почему без желания развития живут? Потому что они не хотели развития. Они получили ту форму жизни, которую нужно было для наслаждения. Попытайтесь понять, что тонкое тело ума означает тело желаний. Хочешь налетаться, допустим, «Самая высокая мечта, высота, высота». Замечательно. Тело птиц. Не то, что я как бы вас кого-то сейчас обвиняю, я про себя говорю. У меня, знаете, у меня интересные сны бывают, когда я особенно сильно устаю. я вижу себя, как я лечу куда-то вот так. Причем у меня крылья есть, я лечу, мне так классно. Супер просто. Летит, летит, летит поток усталый. Летит, летит, и на исходе дня летит. В том строю есть промежуток малый. Мне кажется, там место для меня. Я правда, я вижу себя во сне. И до меня только потом дошло в какой-то момент, что это моя жизнь. Одна из моих жизней, я не могу просто так это видеть. Это моя жизнь, в которой я отдыхаю. Я просто отдыхаю. Я и сейчас летаю постоянно на самолетах. Другой вопрос. Наверное, не сильно что-то поменялось в судьбе. Вот приходится летать дальше, но это уже не моя жизнь, не то, что я отдыхаю там в самолете. Нет. Это немножко другое. Зачем нужна животная форма жизни? Для отдыха. Живое существо там отдыхает. Допустим, если хочешь расслабиться, хочешь, чтобы никто не трогал, никто не успокоил. Как научиться просто жить? Замечательно. Тело кошки. Расслабленная жизнь такая. Как ни положи, все комфортно. И так, и так. Все классно, все отлично. Всех люблю, Мур. Похоже, да? Чувствуете? Отдых. Отдыхает. Душа в животном теле отдыхает. Ей не нужно по этому развиваться. Это как сон. Дальше есть сон, пробуждающее сознание. Это человеческая жизнь. Пробуждающее сознание. Человек что-то хочет, он куда-то стремится, но куда не понимает, зачем не понимает. Он говорит, просто все так живут, и я так живу. Называется пробуждающее сознание. Человеческая жизнь. Потом есть следующая стадия. пробудившееся сознание. Опа! А чего это я так просто живу? Может быть, мне надо как-то серьезно начать жить? Потом человек, да я не хочу так больше жить, я хочу жить правильно. И он смотрит на все, на этот мир такой человек, смотрите, с пробудившимся сознанием. Он смотрит на людей вокруг себя, на все, и думает, просто суета, все бессмыслится. Поднимите руку, кого такие были чувства? Вот это пробуждившееся сознание. Чувство вот такое. И мы, дорогие друзья, есть в человеческой жизни еще вид, один сознание. Называется бодрое сознание. Бодрое. Это называется святость. Человек сияет. Он полностью осознан. Он знает свое прошлое, чувствует будущее. У него нет никаких недопониманий в этом мире и в этой жизни. Он все понимает полностью. Он знает, душа по своей природе наполнена знанием. Если человек открывается, как душу, он все знает, все понимает, всех любит. Душа соткана из трех вещей. В вечности святой человек чувствует себя вечным, поэтому он не боится смерти. Душа соткана из знания. Святой человек открыл в себе это знание, и поэтому он мудрый. Душа соткана из любви. Святой человек чувствует в себе эту любовь бесконечную. И поэтому он всех любит. В этом цель человеческой жизни. А что такое разум человека? Разум это такая штука. Когда человек увидел такое, он полюбил это. И это значит, он таким станет. Если вы святого человека увидели, полюбили, вы таким станете без всякого сомнения. Это написано в Священных Писаниях. Чего бы в своей жизни с любовью человек не стремился и не хотел, он всегда, обязательно этого достигает. Без всякого сомнения. Если этой жизни не хватит, следующий продолжить. Теперь вопрос, почему мы не помним прошлую жизнь? Не положено. Мы не достойны этого. Некоторые люди занимаются какими-то практиками, тренингами. Например, он там подышал, подышал, раз. И в момент, когда он теряет сознание, он как бы себя запрогномировал, что он вспомнит прошлую жизнь. И вспоминает. Знаете, что в момент потери сознания человек контактирует с духами. И так как он себе такую программу поставил, что я хочу вспомнить прошлую жизнь, дух ему показывает не его жизнь прошлую, а свою. И таким образом человек начинает себя путать с духами. И потом что происходит? Потом происходит, ну как бы он попадает в домик неизвестного архитектора. И живет там в этом домике, никуда не выходя наружу. Много-много лет. Потому что достаточно один раз себя с духом перепутать, дальше уже трудно избавиться от этого чувства. Понимаете так? Духи подсаживают человека, если у него в сердце есть желание получить что-то дешево. Вспомнить свою прошлую жизнь. Недешевая вещь, мои хорошие. Недешевая. Пожалуйста, не покупайтесь на это. Почему не показывают нам? Потому что не унесем. Только духовно сильный человек может унести еще и из прошлого что-то. Потому что сейчас в этой жизни мы получаем только то, что мы можем унести. И то много. Представьте, если нам откроется еще и больше. Что с нами будет? Мы с ума сойдем просто. Мы не выдержим. Поэтому человек не вспоминает. Но если человек становится духовно сильным, он все выдерживает. Ему ничего ни почем. И поэтому Бог ему все открывает. Все, что было. И он чувствует так же будущее. Такой человек начинает чувствовать. Поэтому ничего страшного, что мы не помним. Если мы развиваемся, начнем чувствовать себя и в прошлом, и в будущем почувствуем, как моя жизнь будет складываться. Все это нормально. Со временем приходит. Не надо сейчас этого хотеть. Надо разобраться с настоящим. Надо принять свою судьбу сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok